Изменение генплана, приватизация участков и невыполнение наказов избирателей. В Лануде прошла первая в этом году сессия Городского совета депутатов. Всего было рассмотрено 7 вопросов. Большое внимание депутаты уделили переводу земель в соответствующие категории. Проект подготовлен на основании поступивших предложений от физических и юридических лиц, а также от структурных подразделений администрации города, рассмотренных на заседаниях постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности. Всего на прошедшей сессии внесли 29 изменений в генплан города. Так, где-то земли приводят в соответствующий порядок, а где-то уже планируется строительство новых объектов. Например, в 128-м квартале появится новый жилой комплекс, на народном рынке новый автовокзал, а по трассе Улан-Удет-Рабгатай – новая АЗС. Кроме того, у некоторых жильцов появилась возможность дополнительно узаконить еще несколько соток земли. Это многое, ступенчатый этап идет, и где-то мы посмотрели, увидели, что жителей можно будет увеличить, пример которого мы говорим, до 10 соток. Где-то было, если больше, мы сразу предупредили, если будет больше идти 10 соток, то обязаны будете свои участки, даже что-то расположено там будет, придется сносить, передвигать, отодвигать все это делать. На что жители, конечно, согласились, и также они будут за деньги выкупать вот эти дополнительные земельные участки. И это все делается именно в заявительных характерах. Также депутаты утвердили план приватизации муниципального имущества на 2022 год. В проект вошли шесть нежилых зданий и помещений с земельными участками и две модульные котельные. Доход от продажи данного имущества ожидается в размере более 11 миллионов рублей. Что касается наказов, то по заявлению депутатов некоторые из них не были выполнены по объективным причинам, и все они перешли на текущий год. Анастасия Шадрина, Николай Манджуев, специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».